Последнее решение Гаагского апелляционного суда по делу ЮКОСа на самом деле действительно беспрецедентно и его значение пока еще сложно осмыслить и масштаб этого решения пока еще сложно понять. Но в любом случае оно очень важно и последствия будут действительно очень серьезными. Но суть в том, что бывшие акционеры ЮКОСа справедливо полагают, что они были лишены собственности, лишены доходов и лишены определенных дивидендов и неполученной прибыли. И с этим они и обращались в Гаагский третейский арбитражный суд, опираясь на энергетическую хартию, которую в свое время Российская Федерация подписала, но не ратифицировала. И защита уже юристов, защищавших интересы России, строилась на том, что как раз таки эта хартия не ратифицирована. И таким образом это решение, которое было принято уже достаточно давно, по-моему, в 2015 или в 2016 году, было отменено. И вот уже апелляционный суд Гаагский, то, что последние события, признал все-таки этот иск обоснованным и обязал Россию выплатить порядка 50 миллиардов. Почему я говорю порядка? Потому что там, насколько говорят заинтересованные лица, есть еще и суммы, набежавшие как пени, неустойки, или там за то время, которое длится. И речь уже идет о сумме, по-моему, в 55 миллиардов. Условно, конечно, можно говорить о том, что это так или иначе платят граждане, потому что бюджет Российской Федерации в принципе складывается из налогов. Больше ни из чего он складываться-то и не может. Бюджет. Нефть сама себя не добывает и сама себя не продает. Это делают компании, это делают, в конце концов, люди. И из этого складывается бюджет. Но кричать вот эти вот сейчас алармистские крики о том, что да господа, это заплатит не Сечин, не Путин, а заплатим мы, я не разделяю по той простой причине, что из-за вот этого беззакония, и из-за того произвола судебного и правоохранительного, который у нас происходит, мы платим гораздо больше. Гораздо больше и каждый день. И то, что сейчас вот это вот повиснет на бюджете и в какой-то мере там скажется на нас, это уже ну просто капля в море по сравнению с теми триллионами, которые у людей попросту на сегодняшний день, ну если не украдены, то по крайней мере люди от них, скажем так, отстранены. Потому что если в любой цивилизованной стране все недра и все богатства страны действительно принадлежат народу, и это монетизировано, то есть это либо выплачивается людям, либо какая-то рента, либо еще как-то, либо траты эти заметны людям, и социальное обеспечение настолько высокое, что его хватает даже на беженцев и мигрантов, то у нас, извините, мы видим 20 миллионов людей за чертой бедности. Поэтому кричать о том, что мы заплатим, мы и так платим. Каждый день. Ну официальные представители российской власти предсказуемо прокомментировали это таким образом, что естественно Россия не согласится, естественно платить не будет. Естественно все это будет обжаловано в Верховном суде, в Гаакском. Да, Россия сможет это обжаловать, но порядок решения апелляционного суда и его исполнения примерно такой же, как и в нашей судебной системе, в правовой, что если апелляционный суд принял такое решение, то оно считается вступившим в силу. Понятно, что у России и тех юристов, которые будут ее представлять, юридических компаний, будет возможность обжаловать каждый шаг, в том числе и по исполнению этого решения. Там аресты имущества, аресты счетов, взысканий и так далее. То есть все это естественно тоже точно так же можно будет каким-то образом по формальным основаниям обжаловать. Но имиджевая составляющая всего вот этого процесса и имиджевые последствия для Российской Федерации в целом, на мой взгляд, конечно исключительно негативны. Здесь речь идет о том, что обанкротили компанию и о том, что чисто предпринимательскую историю бизнесовую вынесли в разряд уголовных, а главное, каким последствиям это привело. Одну из самых успешных нефтяных компаний, а может быть на тот момент она была самой успешной, просто-напросто разорили, обанкротили. Поэтому имиджевые потери, на мой взгляд, огромны. Но и все эти заявления официальных властей, они не что иное, как затягивание времени, потому что да, действительно, если этот процесс уже длится порядка 15 лет, то взыскание этих сумм может продлиться, ну если не столько же, то сопоставимо. Это не месяцы, это тоже годы. Нельзя не вспомнить и о решении ЕСПЧ по ЮКОС уже, там на 1,7 миллиарда долларов. Тоже, кстати, беспрецедентно, не только в отношении России, а, по-моему, беспрецедентно вообще в истории ЕСПЧ такая большая выплата была присуждена. Но здесь Российской Федерации намного проще, они просто решили не исполнять это решение. И Конституционный суд властям это разрешил. Потому что ЕСПЧ требует исполнения на территории Российской Федерации, и они совершенно спокойно от этого уклоняются. Это не первое решение ЕСПЧ, от выполнения, исполнение которого уклонилась Россия. Хотя большую часть решений ЕСПЧ Российская Федерация добросовестно исполняет. А вот уже решение ГААКского суда, которое действует на территории, скажем так, всего мира, конечно, Россия добровольно даже если не будет его исполнять, то найдутся какие-то способы для того, чтобы обязать ее исполнять или делать это принудительно. В том числе аресты и изъятия имущества находящегося за рубежом, которого немало. ГАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА